Приветствую вас, дорогие мои зрители! Расскажу вам сегодня, что нас слышно во Франции. Вы знаете, что во Франции с пятницы наступил карантин. В четверг мы отзанимались на своих курсах и мы были очень возмущены и впечатлены тем, что происходило во Франции. Были катастрофические теракты. И мы, конечно, были впечатлены и цифрами по поводу заболеваний. И вдруг нам объявляют, что наша школа уже будет работать только на дистанционке. И с пятницы мы занимаемся по программе Zoom. Конечно, этому безумно обрадовались, потому что это выход из положения. И не надо толкаться в транспорте, не нужно проводить целый день, общаясь с нашими одногруппниками, потому что их нас все-таки 16. Мы позанимались в пятницу в программе Zoom. Прекрасно. Кстати, директор нам предоставил свои новые компьютеры. Он нам выдал их под честное слово. Никаких подписей мы не ставили. Просто записали наши фамилии и компьютеры мы отнесли домой. Компьютеры действительно новые. Он их получил только две недели назад. По компьютерам по этим заниматься было просто прекрасно. Учитывая то, что мы люди ответственные, мы выполняли добросовестно все задания, которые нам давал преподаватель. И пятница прошла великолепно. Естественно, что сидя на диване и полу лежа на диване заниматься это просто счастье. Периодически попивая кофеек, можно даже отключить когда-нибудь видео, когда ты хочешь съесть какую-то булочку или конфету. И общаясь при этом со своими однокашниками и с преподавателем. В общем, все были довольны, поработали мы очень продуктивно. Ну, вдруг в пятницу нам приходит письмо. Письмо такого плана от руководства. Что? Подумали они и решили. Все-таки продолжать учебу на месте в классе с понедельника. Вы представляете, какой был у нас шок. Мы все начали друг другу писать во WhatsApp, в нашей группе WhatsApp, везде возмущаться. Ну, как бы выходы. Ну, какой выход? И мы решили написать все письма директору. Я в том числе. Мы написали письма директору. И вы знаете, самое интересное, высказав все свои возмущения по этому поводу, мы все получили ответы. И ответы получили положительные, понимающие. Директор нам сказал, что я все сказала, сам директор написал, что мы учтем все ваши предложения. И в понедельник мы примем решение. Если вся группа будет против того, чтобы мы учились в классе, мы что-то изменим. В понедельник мы пришли в наш класс. Естественно, все были расстроены, потому что, ну, все уже настроились учиться дома. И мы стали ждать нашего замдиректора. Ну, директор к нам не пришел, он нам передал информацию через нашего преподавателя, что они очень долго думали и решили все-таки для благополучной сдачи экзамена часть времени нужно проводить в классе. То есть три дня из пяти мы должны заниматься по полдня в классе, а все остальное время мы должны заниматься по Zoom, по программе и находясь на расстоянии. Нас это, конечно, полуустроило, но все-таки мы в душе обрадовались. Вроде как мы немножко будем выходить в свет. И в то же время мы не будем себя подвергать уж такому сильному риску, потому что мы исключим из своего графика часы пик. Мы исключим длительное общение со своими одногруппниками, хотя метро на самом деле, метро заполнено. Я вообще-то думала, что метро будет более опустошено, но как бы то ни было, оно заполнено. Оно заполнено так же, как и было. Поездов не стало больше, как я думала. Поезда ходят каждые две минуты в часы пик. И я обычно пропускаю пару вагонов, пару не вагонов, а пару составов, чтобы поймать более свободный состав. Вы знаете, обстановка на самом деле мало изменилась на улицах Франции. По-прежнему много людей. Конечно, сейчас уже люди выходят все с аттестациями, с разрешением выхода. Из дома можно выходить не больше, чем на час в день и не больше, чем на расстоянии один километр от дома. По выгулу собак, по прогулкам, по спорту и так далее. Если ты ходишь на работу, нужно написать аттестацию, то, что ты ходишь на работу. И каждый день ее заполнять и иметь подтверждение, что ты работаешь. То же самое наша учеба. Стало ли меньше людей на улицах? Нет. Абсолютно нет. Мы гуляем точно так же, как гуляем. Идем на курсы, выходя из метро. Людей много. Булочные работают. Продуктовые магазины работают. В принципе, мало что поменялось. Я даже не знаю, что. Но, возможно, немножечко мы урезали количество общения. Да, возможно, это так. Продуктовые магазины по-прежнему работают. И, кстати, сейчас возникли споры между магазинами. Почему магазины одежды и обувь не должны работать, а универсальные магазины, где все продается, та же одежда и обувь, продолжают работать. И они несут прибыль. В то время как всякие непродовольственные магазины несут явные убытки по случаю их закрытия. И вот сейчас этот спор каким-то образом должен решиться. Или все магазины закроют, за исключением чисто продовольственных магазинов. Или остальные магазины должны будут открыть. Вот поэтому, дорогие мои зрители, я уже думала отложить все свои осенние вещи, уже думать потом о зиме. Ну, как бы я еще до карантина купила пару вещей. Я купила на H&M в Zara. В Zara купила я в Adforte. В H&M я купила платье, рубашку. Я в нем была в прошлый раз. И плащ из кожзама. Я сейчас вам пущу сверху фотографии. То есть, как я хожу осенью, как я хожу на свои курсы. Вы знаете, сейчас такая осень, что, ну, осень, полуосень, полулета. Не поймешь, какая погода. То ли 18, то утром 9 градусов. То есть, как раз вот эта одежда, то, что нужно для осени. Сапоги эти с кожзама. Я, кстати, никогда раньше не покупала обувь из кожзама. Но в этот раз я купила чисто из их фасона, потому что мне он очень понравился. И смотрятся великолепно, удобные сапоги. И, в принципе, даже как-то не чувствуется, что кожзам. И, в общем-то, мне они нравятся. Сейчас я вам покажу фотографии. Вы знаете, мои однокрупницы уже какое-то сформировали обо мне мнение такое. Я не знаю даже, оно, правда, подобное или нет, и вообще соответствует действительности или нет. Но я, например, о себе этого не знала раньше. Вот сейчас я удивлена. Возможно, знаю. Но, например, я стараюсь у всех увидеть какую-то красоту. Так и есть. И мне даже вот одна моя одногруппница сказала, что, слушай, ты всех считаешь красавицами? Так нельзя. Ну, какая она красавица? Она прямо такая прямолинейная у нас есть девушка. Она очень хорошая, но она прямо рубит правду, что я даже немножко побаиваю совсем, мне кажется. Вот. И, ну, мне с ней интересно. Она очень интересный человек, начитанный, умный. Ну, прямолинейная очень, да. Я когда о ком-то говорю, что вот у нее там волосы красивые или глаза какие-то красивые, то она говорит, слушай, ну, никакой там красоты нет. Ты просто слишком вот такая, что тебе все кажется красивым. Но мне на самом деле, я считаю, что практически в любой женщине можно найти красоту. Я в этом твердо уверена. Достаточно и поменять какой-то стиль одежды, там, или цвет волос, или все вместе, может быть. И, в принципе, ну, наверное, почти все женщины сами по себе красивы. Да, вот я так считаю. И можно любую преобразовать, показать ее положительные стороны. Еще был такой момент. Мы как-то с ней зашли в булочную. На днях это был понедельник, кстати. Уже был карантин. Там уже нельзя было сидеть пить кофе. И мы взяли с собой. Но прежде чем выйти, мы разорвали пакетики с сахаром, засыпали в кофе и решили выходить. Я так оглянулась, посмотрела, что мусорки нету. Но решила, что официанты сами уберут стрелавка. Это было моей ошибкой. Когда мы стали выходить, нас окликнули и сказали, что не могли бы вы убрать за собой мусор. Я стала так неудобна. Я подумала, боже мой, какой ужас. Они подумали, что мы просто такие свиньи, не убрали за собой и пошли. На самом деле, мы же посмотрели вокруг и не подумали. На самом деле, бывает такое. Я быстренько выбросла этот мусор, извинилась. Они нам пожелали хорошего дня. То есть все нормально, это не проблема. Мы вышли, там моя знакомая сказала, слушай, ну это ужасно вообще-то. Они могли бы убрать и нас вообще-то в этом не задействовать. На что я ответила, слушай, ну сейчас же коронавирус, ну вот почему они должны трогать наши грязные пакетики? Может быть, они не грязные, но это же чужие пакетики с сахаром, который мы там разрывали, хотя мы там руки перед этим протирали и так далее. Ну и вообще как-то, ну сейчас коронавирус. Сейчас вот это нужно расстояние держать по максимуму. Не надо трогать чужие вещи. Тем более, что они работают с булочками, с пирожными, с кофе, с продуктами, с хлебом. Ну я считаю, что они правы. И она говорит, ну вот у тебя вечно найдется оправдание вообще всем. Я даже не знаю, ну как вы считаете, кто прав? Кто прав? Скажите, я не обижусь. Скажете, что да, ты такая, нельзя так поступать. Или наоборот. И вообще, мне кажется, откровенно плохих людей на самом деле встретить достаточно трудно в жизни. Обычно люди – это смесь всего. И вот чисто вот таких вот откровенных, например, негодяев я встречала очень мало в своей жизни. Обычно и слишком вот хороших тоже не встретишь, потому что обычный человек – это смесь всего. Поэтому относиться с какими-то претензиями к каждому человеку я не хочу. Стараюсь этого не делать. Даже из тех соображений, что просто не хочется жить в негативе, не хочется жить в ощущении того, что вот вокруг все плохие. Ну я не знаю, ну а какая тогда радость от жизни? Я знаю, что вокруг вот и тот плохой, и этот плохой, и все страшные. Ну я когда так не хочу и не могу, и, наверное, не буду так жить, уже поздно мне меняться в моем возрасте. Так что, дорогие мои зрители, буду я закругляться, потому что она говорила, как всегда, много. Потому что начинаю говорить, не могу остановиться, а ста понесет, а хочется еще высказаться, еще высказаться, и идет цепная реакция. Поэтому на сегодня закругляемся. Желаю вам приятного денечка. Пишите мне, жду ваших комментариев. До новых встреч. Всем пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»